В Украине в ночь на пятницу в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены более 200 населенных пунктов в семи областях. В рубежном Луганской области сильный ветер сорвал крыши с 11 домов и повалил на землю около сотни деревьев. На западе страны буря накрыла Буковину и Прикарпатье. В Черновцах десятки улиц превратились в речки, сильный дождь залил железнодорожный вокзал. Синоптики прогнозируют, что непогода может вернуться сегодня снова. Помимо ливня там ожидают ураганный ветер. Если бы президентские выборы на Украине состоялись сегодня, то на них победила бы бессмертная украинская леди Ю Юлия Тимошенко. Согласно опросу, проведенному социологической группой рейтинг, за нее готовы проголосовать 16% респондентов. На втором месте с результатом почти 12% экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Затем идут Юрий Бойко 10,5% и Владимир Зеленский 9%. Святославу Вакарчуку, Олегу Ляшко, Петру Порошенко досталось по 8%. Опрос проводился среди граждан Украины в возрасте от 18 и старше. Сотрудницу телеканала RT Полуслиер и российского телеведущего Евгения Примакова не пустили в Украину. Журналисты направлялись в Киев на конференцию по свободе слова, которую организовала миссия ОБСЕ, но принимающая сторона отказала им во въезде без объяснения причин. Кроме этого, Евгению Примакову запретили посещать незалежную в течение пяти лет. В связи с инцидентом российское посольство в Киеве готовит ноту протеста в МИД Украины. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает более чем десятикратное увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности. С 51 гривны до 850 гривен. Проект закона разрабатывался 25 депутатами во главе с представителем Народного фронта Антоном Герасченко. Как утверждает Нардеп, для их страны это актуально, поскольку Украина входит в число лидеров по количеству смертей в результате автокатастроф. С 1 июля в Украине прекратят выпускать монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Чеканить продолжат только 10 и 50 копеек. Это существенно изменит принцип формирования цен при расчете наличными. Когда большинство разменных монет выведут из оборота, то суммы в чеках начнут округлять. До 4 копеек в сторону уменьшения, от 5 и больше в сторону увеличения.